Благодарю вас за регистрацию в тренинг-центре VivaStars. Уверен, что на нашей обучающей платформе вы найдете много для себя практически полезных знаний для привлечения клиентов, используя социальные сети. В первом нашем подготовительном курсе, который так и называется «Начни с меня». Находится первый бонус – это скрипт автоматизации для сервиса Top Leaders. Доступ к этому уроку вы получаете практически сразу после заполнения своего профиля. Как это сделать, рассказано в первых уроках этого подготовительного тренинга. Скрипт в полностью автоматическом режиме выполняет ротацию, добавляет вам 20 человек в друзья, причем делает это очень аккуратно, с достаточно большими задержками, что не приводит не то что к блокировке аккаунта, а даже не приводит к появлению капчи при выполнении этих действий. Добавив 20 человек, вы становитесь участником ротации и получаете себе 10 заявок также от живых людей. Это очень простой и быстрый способ привести на ваш аккаунт какую-то первую активность, то есть наполнить ваш молодой аккаунт с живыми друзьями, причем друзьями, которые интересуются нетворкингом, людьми, которые продвигают себя либо свои проекты в интернете. Для начинающих людей вы можете получить очень много интересной информации, которая позволит вам быстрее ориентироваться в интернет-пространстве. В этом уроке я расскажу, как скачать, установить, настроить и дам несколько рекомендаций по работе со скриптом. И главное, расскажу о том, с чем вы можете столкнуться во время установки скрипта. Итак, шаг номер один. Скачиваем скрипт на свой компьютер. Самая актуальная работающая версия скрипта находится в пятом уроке в нашем тренинг-центре. Если вы скрипт качаете из какого-то другого места, то есть большая вероятность в том, что вы качаете не последнюю версию. То есть, возможно, в ваших версиях будут какие-то уже исправленные баги. Я этим скриптом пользуюсь постоянно. Вот даже сейчас он у меня работает на другом компьютере. Видит, добавляется в друзья. Скрипт работает очень надежно. Ну, во всяком случае, вот эта вот последняя версия. И за все время использования я не получил ни одной блокировки своего аккаунта. Поэтому, пожалуйста, качайте именно отсюда. Регистрация в тренинг-центре абсолютно бесплатно. Проходим по ссылке. Попадаем на облачное хранилище Яндекс.Диск. Если у вас не появляется кнопочка скачать, количество скачиваний скрипта уже превышено. У вас будет доступна только одна кнопка скачать на свой Яндекс.Диск. Яндекс.Диск это бесплатный сервис Яндекса. Чтобы начать им пользоваться, требуется зарегистрироваться в Яндекс.Почте и войти в нее. У вас появляется сервис Яндекса, который так и называется Яндекс.Диск. Нажимаете тогда скачать на Яндекс.Диск. Файл скачивается именно на ваш Яндекс.Диск. И уже из раздела загрузки своего Яндекс.Диска, выбирая нужный вам файл и нажимая на кнопочку скачать, загружаете файл на компьютер. Но если кнопка скачать активно, просто нажимаете на эту кнопку, файл скачивается на ваш компьютер. Открываем файлик. Это PDF-документ. В этом PDF-документе вы найдете информацию о авторе-разработчике этого скрипта. Это Влад Петров. Вы можете с ним связаться, если захотите, например, чем-то доработать этот скрипт под себя, либо еще что-то новое из средств автоматизации получить. В этом документе есть ссылочка на сам скрипт. И главное, есть инструкция по установке скрипта. Это первая инструкция, которую я записывал. Для тех, кто никогда не пользовался сервисом Top Leaders, я рассказываю о том, как работает скрипт. Для того, чтобы скачать сам скрипт, щелкаем по ссылочке и опять же попадаем на Яндекс.Диск. Скачиваем скрипт себе на компьютер, аналогично, как мы скачивали документ. Скрипт небольшой, скачивается на компьютер он достаточно быстро. Открываем раздел загрузки в вашем браузере. В зависимости от того, чем вы это качали, он может у вас открыться в правом уголочке, либо открываю папку со своим скриптом, который уже находится на моем компьютере. Сейчас я буду переходить к шагу номер два, это установка скрипта. Вам необходимо файл с архивом переместить на тот диск, на который вы будете устанавливать скрипт. Я могу переместить его на диск С, могу переместить на диск Е. Правой кнопочкой вырезаю архивный файл и размещу его, например, на диск Е. Вставляю на диск Е. Это архив. Прежде чем работать с информацией из этого архивного файла, его необходимо разархивировать. То есть на вашем компьютере должен быть архиватор. Как узнать, есть ли на вашем компьютере архиватор? Кликните правой кнопочкой по любой папке, по любому файлу. И если у вас откроется меню, похожее на мое, где будут действия, добавить в архив, добавить в архив с таким-то именем, значит на вашем компьютере и есть архиватор. И его устанавливать не надо. Если вы не увидите подобные действия, значит на вашем компьютере архиватора нет. Его необходимо установить. Архиватор это бесплатная программа. В принципе, ее можно скачать из интернета. Я это делаю с установочного диска. Можете обратиться к какому-то специалисту, который вам может помочь. Можете написать в нашу техподдержку, я вам помогу. В курсе компьютерной грамотности, который откроется у вас сразу же после быстрого прохождения курса «Начни с меня», который рассказывает, как пользоваться платформой. Вот в курсе компьютерной грамотности есть урок, который рассказывает, как установить и как пользоваться архиватором. Итак, у меня архиватор есть. Я раскрываю этот файл, раскрываю в текущую папку. Никаких паролей файл не спрашивает. Раскрывается он очень быстро. Архив мне больше уже не нужен. Я его могу удалять. И сейчас я перехожу к следующему шагу запуска скрипта. Первый запуск скрипта отличается от всех последующих. Принципиальное отличие в следующем, что скрипту требуется доустановить необходимое программное обеспечение. Скрипт это сделает абсолютно в полностью автоматическом режиме. Все, что вам нужно сделать, это открыть папку со скриптом, двойным щелчком и выполнить двойной щелчок на исполняемом файле, который называется Top Leaders версия 22. Выполняем двукратный щелчок и появляется окошко с обновлением. Вот обратите внимание, я специально не ставлю на паузу, показываю, как должно идти нормальное обновление скрипта. Вот именно с такой скоростью. Причем при не очень высокоскоростном интернете. У меня всего лишь сейчас 50 мегабит. Это немного. Сейчас 100, 300, 500. При таких скоростях загрузка происходит практически мгновенно. Но чем вы сможете столкнуться? И я с этим столкнулся. И столкнулся один из наших учеников Сергей. Сергей, вообще-то это для вас записываю. Может произойти следующее. Загрузка быстро дойдет до 10%, а потом как бы остановится. Ключевое слово как бы остановится. Процесс загрузки будет продолжаться, но будет продолжаться очень медленно. Слово медленно тут даже сложно его применить, даже не по капле в час. Вот такая медленная загрузка объясняется следующим. Загрузку скрипта блокируют программы Firewall. Почему я это могу утверждать? Потому что я это проверил на себе. Я сейчас открою компьютер, на котором у меня работает скрипт и открою личный кабинет Билайн. Относительно недавно я менял тариф на Билайне. Пришлось войти в личный кабинет и я тут начал лазить, смотреть что тут есть. В настройках домашнего интернета внизу стоит настройка защита от интернет-атак. Я ее включил, хотя раньше она у меня была отключена. И как только я эту защиту включил, а настройка осуществляется вот здесь. Я выбрал средний уровень защиты. Эти настройки включения фаерволов приводят к тому, что провайдер начинает блокировать какие-то порты. Вот эти все блокировки, когда я их включил, привели к тому, что у меня скрипт вообще не скачивался. Я отключил. Сейчас у меня отключена защита соединения. Я могу это сделать, потому что у меня на всех компьютерах стоит интернет-секьюрити. И в принципе он защищает лучше, чем вот все вот эти вот вещи, которые мне как бы бесплатно предлагает Билайн. И вот при таких отключенных внешних фаерволов моего провайдера скрипт скачивается абсолютно быстро. Что он качает, честно говорю, сказать не могу. Потому что это уже вопрос не к нам, не к Владу Петрову, не ко мне. Это вопрос к разработчику среды программирования. Это браузер Automation Studio, BAS. Это именно на этом софте разработан наш скрипт и множество других скриптов, которым сейчас очень многие пользуются. Очень интересный инструмент, очень классный инструмент. При первом запуске этот софт что-то выкачивает на ваш компьютер, необходимое ему для работы программного обеспечения. Подсказать, ну честно говорю, не могу. Я могу показать и показал вам, как я решил проблему вот этого быстрого скачивания обновления. Обновление даже вот так вот качается очень медленно. Потребуется, видимо, подождать несколько часов. Я ждал два часа, у меня обновилось до 15%. Я понял, что нервная система моя расшатывается. Начал искать проблему, вот нашел ее и сейчас у меня скрипты обновляются очень быстро. Не включая ее назад, потому что мы сейчас пишем очень много разных скриптов с ладом и каждый раз при первом запуске они обновляются. Итак, скрипт обновился. Довольно часто скрипт запускается сразу же автоматически после обновления, но, как вы видели, у меня этого не произошло. Поэтому выполняем повторно двойной щелчок уже по обновленному скрипту. Происходит пауза даже на моем быстроработающем компьютере. Если у вас не мега производительный компьютер, хоть не с такими характеристиками, как у меня, видите, очень все хорошо. А седьмой процессор, 16 гигабайт, SSD диск. Пауза после двойного щелчка у вас может быть увеличена. То есть не надо несколько раз щелкать. То есть это приведет к еще повторному запуску программы. Подождите, появится окошко. То есть мы продолжаем настраивать скрипт. Вас спросят, какой интерфейс вы хотите использовать. Это русский либо английский. Разработка англоязычная, поэтому здесь есть поддержка двух языков. Выберу русский. Нажимаю ОК. У меня открывается основное окно скрипта. Скрипт практически готов к работе. Необходимо заполнить его поля и нажать на кнопочку ОК. Но прежде чем это делать, убедитесь, что у вас есть доступ в личный кабинет сервиса Топ Лидерс. Вы уже должны быть к моменту запуска скрипта полностью авторизированным пользователем. То есть вы должны зарегистрироваться, вести свои все данные, первый раз пройти руками вот эту ротацию, понять насколько это все нудно и долго. И если у вас есть личный кабинет, вот видите, я в нем сейчас нахожусь, то есть если есть кнопочка ротация, которая нажимает скрипт, все, можете уже спокойно начинать пользоваться скриптом, заполнять его данные по логину, паролю. Я сейчас это сделаю. Логин и пароль это те данные, которые вы вводите от своего аккаунта. Не надо их списывать, это левые абсолютно данные, но кроме моего телефона. И очень важный момент, это путь к профилю. Я сейчас более подробно об этом расскажу. Что такое профил? Вы скорее всего знаете, что работая с любым сайтом, в вашем браузере сохраняется история, сохраняются ваши куки, то есть все, что вы делали. И когда вы в следующий раз заходите на этот сайт, ну например заходите в тот же самый контакт, роботы контакта видят, что вы это тот человек, который был на сайте вчера, потому что вот ваша история сохранилась. И к вам уже относятся как к своему старому знакомому, то есть к человеку, который уже регулярно пользуется сервисом. Для топ-лидерс это вообще необходимая вещь, потому что топ-лидерс сохраняет сессию, позволяет для людей, которые регулярно пользуются сервисом, входить в личный кабинет без всяких регистраций. Он понимает, что вы уже были. И вот вся эта история может быть сохранена в профиле. Профиль это отдельный файл, который вы храните в какой-то конкретной папке на своем компьютере. Я вам дам сейчас рекомендацию. Вы, пожалуйста, ей пользуйтесь. Например, я поставил скрипт на диск Е. Молодец я. На диске Е, там же где у меня стоит скрипт, вот видите, здесь еще даже старая версия скрипта стоит. Я создаю папку, называю ее профиль. Так как я пользуюсь не одним аккаунтом, в этой папке я создаю нужное количество мне профилей. То есть под каждый аккаунт я создаю свой отдельный профиль. Они мне называются именами P1, P2 и так далее. Но, чтобы было понятно, сейчас переключусь на свой рабочий компьютер и покажу, как это выглядит. У меня здесь скрипт установлен на диске C. И вот у меня папка, профиль. Видите? Вот эти профили от аккаунтов, которые у меня используют, которые работают в скрипте. Скрипт очень стабильно работает. Вообще, как в швейцарские часы. И ни одного бана я пока не сломил за все время его использования. И в каждой из этих папочек вы будете хранить историю от каждого аккаунта, которым вы пользуетесь. Если у вас один аккаунт, ну у вас будет пока один профиль. Зачем делать отдельную папку с профилями? Дело в том, что мы сейчас пишем не один скрипт. То есть это скрипт для топ-лидерса, будет скрипт для Калиостро, будет еще для каких-то сервисов. И если вы в этих сервисах работаете с одного и того же аккаунта, вы указываете маршрут к этому профилю для всех скриптов. И он будет брать историю, будет брать логин и пароли от вашего аккаунта. И уже как свой человек авторизироваться, во всяком случае, в социальной сети ВК. Вот такая методика. Она очень хорошо себя зарекомендовала. Такая методика создания профилей, это вообще дорогого стоит. Есть специальные скрипты, которые нагуливают профили, то есть создают видимость живого человека. А здесь мы это делаем полностью в автоматическом режиме. Причем, если несколько скриптов используют один профиль, сливают туда информацию, это вообще хорошо. Вот по такой методике мы сейчас работаем и рекомендую работать вам. Чтобы выбрать профиль, нажимаем на значок папочки, переходим на диск Е, ищу папку, которую я создал, вот она папочка, и нажимаю на кнопку выбор папки. Все. Скрипт формирует маршрут к этому профилю. Скрипт готов к работе. Вы можете нажимать на кнопочку ОК и его запускать. Но сейчас дам рекомендацию, очень хорошую рекомендацию. Она позволит вам быстро заполнять введенные данные от профиля, потому что на это тоже тратится время. У скрипта есть два меню. Это файл и настройки. Вот сейчас такой в урезанном виде. Откройте пункт файл, выберите действие сохранить. Выбираем сохранить. И сейчас мне предлагают выбрать, куда я хочу сохранить вот эти вот настройки. Данные от аккаунта, от пароля и от маршрута профиля. То есть все, что я сейчас заполнил в скрипте, я могу сохранить. Что я делаю? Я сохраняю прям туда же, в ту же папку, где у меня хранятся профили. Чтобы понимать, что это настройки от профиля P1, я пишу PP1. Почему 2PP? Ну, чтобы он не перепутал файл с папкой. Вот так вот. Нажимаю. Можете как-то по-другому сохранять? Нажимаю сохранить. Все. Смотрите, что произойдет. Если сейчас нажму кнопочку отмена, то есть откажусь от выполнения скрипта. Снова запущу скрипт. Ну, например, на следующий день я пришел. А если бы у меня не было сохранения, мне бы пришлось руками заново заполнять все эти данные. Но я знаю, что сохранение у меня есть. Нажимаю файл, нажимаю загрузить. Выбираю место, куда я сохранял. Вот PP1. Нажимаю кнопочку открыть. Подтверждаю, что хочу в русском интерфейсе это делать. Окей. И все данные у меня автоматически загружаются в скрипт. Нужно нажать на кнопочку ОК, и скрипт начнет работать. Вот таким вот образом, раз введя данные от своих аккаунтов, от маршрута, где хранится профиль, вы уже можете экономить время для всех последующих запусков. Конечно, если вы работаете с несколькими аккаунтами, либо у вас есть возможность поставить этот скрипт на какой-то сервер, который работает 24 часа, то можно сделать еще круче, используя планировщик. О работе с планировщиком я сейчас рассказывать не буду, но планировщик позволяет запускать скрипт вообще в полностью автоматическом режиме, абсолютно без вас. То есть вы будете только обрабатывать результаты работы этого скрипта. Нажимаем кнопочку ОК, и скрипт начинает работать. Но что он делает, я покажу вот на работающей версии. То есть можно сворачивать скрипт. Вот он в трейс вернулся. Если нажмете на показать в браузере, вы можете видеть, что сейчас делает скрипт. Вот он зашел на очередного друга, выдерживает паузу, потом нажмет на кнопочку продолжить и так далее. То есть если вам интересно, можете открывать окошко и смотреть, что делает скрипт. Но смотреть тут особо не на что, потому что все уже отсмотрено нами с ладом. Все оттестировано. Поверьте, время на тестирование убилось очень много. И сейчас скрипт очень стабильно работает. Добавляет 20 друзей, заканчивает работу. Конечно, вместе с этим скриптом, чтобы организовать поток клиентов к вам в проект, необходимо выполнять несколько полезных условий. О них я рассказываю, когда говорю о воронках продаж. Приходите на наши вебинары, которые мы проводим каждую субботу в 10 часов. Они открыты. Ссылку мы размещаем в наших чатах. Ну и если вы являетесь моими друзьями, то прямая трансляция идет в мои социальные сети. Приходите, задавайте вопросы. Смотрите, как мы работаем. Приглашаем всех, вне зависимости от того, какие вы проекты двигаете. Знания даем абсолютно бескорыстно. Успехов! С вами был Игорь Чернаусов.